так друзья вот восстановил уже этот кусок после пескоструя я начал копать еще глубже понял что все достаточно печально металл уже настолько схватил ржой что даже песок особо не помог даже после обработки он все равно начинает цвести поэтому приходится удалять вот такие вот усилители и делать вот как здесь новый попозже вам покажу как я это сделал но вот ржавчина это такая вот как гангрена если она уже взяла то я надо удалять этот кусок придется мне установить вот я сейчас восстановил как этот удалил всю ржавчину сделал практически взял новый металл 08 и получается такая вещь что японский кузов он обработан только грунтом нет никакого защитного покрытия в плане цинка как немцы делают и поэтому так вот кузова гниют очень быстро в наших условиях вот с японии конечно приезжает у них климат другой и приезжает конечно более хорошие запчасти я когда взглянул там на пороге и я понял что там вообще трупы пришлось заказать новые пороги ну не новые понятное дело с японского распила чем дальше я ковыряю тем больше запчастей мне приходится менять здесь шпаклевка оказалась вот такая вот дичь не выровненная ничего вот не знаю когда это почему маляры этого до этого не сделали либо решили забить либо еще что то но вот я дошел до этого куска и понимаю что его тоже надо будет поменять и взял такой вот комплектик вот из него сделаю уже хорошую форму дальше перейду в порог и заменю все усилители внутренние чтобы можно было спокойно поднимать машину они тут руху конечно оставлять работаем дальше порно есть порно и будем придерживаться плана стучал сначала чувствую не прокатит просто сложно заключается в том что мне нужно еще вдобавок с этого подкрылка сделать обратное ребро под фендер то есть чтобы она торчала не вовнутрь туда было загнуто а наоборот в эту сторону чтобы под фендер не залетала грязь в общем вот точно такой же загиб в обратную сторону в это но просто здесь было сварено я хочу из целикового подкрылка сделать уже непосредственно чтобы было из одного куска это сделано и не было вот там вот сварных швов каких-то чтобы там не было возможности в воде проникнуть попробую сейчас по-другому немного хочу обрисовать радиус колеса и от него оттолкнулся вот и так вот пакант загнул но так как металл имеет напряжение вот хочу вам рассказать кстати очень про крутую вещь которая приобрел в америке тоже чтобы вот как раз можно было исправить потому что нам по идее нужна ровная арка вот и сейчас покажу вам как это исправить вот я купил в америке такую штуку стретчер и шринкер в одном вот такие насадки они как раз позволяет избавиться вот от такого напряжения то есть она когда сжимает на растягивает металл то есть мне нужно чуть растянуть кромку всю по всему периметру и тогда можно будет вывести в ровно вот сделал такую станинку с педалькой потому что ногой очень удобнее во первых и держать металл двумя руками во вторых ну рукой очень сложно самому давить поэтому ногой очень в этом плане удобней взял педальку от автоматной какой-то тачки тут сейчас покажу как это действует то есть он чуть подраздвигает металл нет конечно побольше сейчас по делу более выровняно я вам примерно показал как это происходит это вот стретчер он раздвигает металл а шринкер он наоборот сдвигает то есть можно сделать полоску и согнуть в ровную и начать кромку сдвигать и получится что можно сделать округлую какую-то металлическое изделие так что давайте засыпьте макс лайками потому что он не позволяет покупать такое оборудование которого у нас днем с огнем не сыщешь и максимка очень крутой чувак и давайте ему ставить лайки и ну и мне тоже за то что я вам рассказываю дальше буду делать арку потому что мне нужно направление обратного вот этого вот этой части то есть в обратную сторону чтобы был загиб и уже по форме я уже потом обрежу потому что первый вариант был не очень удобен потому что потом после того как я уже выгну его вот тот кусок получается что мне не согнуть будет кромку и он вообще там в каком месте либо рванет его либо сломает поэтому я вот решил как раз таки начать с такого а как сделать кромку я вам покажу попозже потому что сейчас тоже там сделал станинку для второго инструмента тоже из америки заказывал и вот на нем можно как раз делать кромки выдавки и всевозможные усилители делать в общем его заказывал непосредственно для двойки потому что с двойкой предстоит очень много работы и многих самих усилителей уже не купить например вот задних частей их вообще в принципе не найти все буду это делать сам из нового металла и уже покажу вам соответственно инструмент который может это делать вот таким вот образом я сделала кантовку внутреннюю и теперь остается мне сделать по форме которая была здесь и вот здесь под этот подарочка вот что позволяет сделать стретчер что мы из одного направления металла сделали другое и при этом сохранили саму форму арки чтобы сделать плавный овал в этом месте по хорошему бы конечно еще бы приобрести было английское колесо но пока я и так накупил всякого барахла поэтому сейчас возьму наверное насыплю в пакет песка и буду уже придавать форму чтобы песок грубо говоря в том месте где буду стучать чуть прогибался и при этом будет возможность аккуратнее гнуть металл молотком есть конечно специальные подушки такие чтобы с песком они то ли из кожи то ли из какого-то материала чтобы не порвались вот но у меня пока ее нету поэтому я насыплю там в один пакет и наверно во второй чтобы тоже не порвать сделаю из мешка вот видите металл пытается сойтись в этом месте и как раз для этого нужен сам шринкер примерно получилось в общем такая арка уже с заготовкой под фендер чтобы из куска металла свежего и и теперь останется только сделать наружный элемент подогнать его под арку и подварить в этом месте тогда вода не будет нигде попадать плюс еще будет как заводской герметик я сделал и будет круто правую сторону я уже закончил и чем больше я ковырялся с правой аркой поменял и внутреннюю часть которая сгнила и наружную которая была битая все это фигня когда я начал делать правый порог очень много элементов мне пришлось просто-напросто вырезать потому что и усилители подгнившие и ну сам порог наружные ну и конечно внутренние я думал что получится отделаться только наружной пенкой плюс может быть какие-то усилители но так как это японский кузов получилось все как получилось в итоге я просто влез в этот порог практически до пола вот здесь вот стыкуется пол нищей плюс очень важное место вот здесь крепится усилитель вертолета для редуктора поэтому мне пришлось все сверлить и рассверлить все усилители чтобы сделать правильно чтобы завести каждый усилитель так как он должен идти по заводу даже вот я начал как бы от арки и даже внутренняя часть внутри тоже все в ржавчине и этот процесс конечно не остановить пока полностью не вырежешь весь пораженный металл я все обработал и внутри и снаружи и плюс все загерметил как положено по заводу и здесь и там ну в общем как менять порог я думаю что я покажу уже в следующей серии на левом пороге потому что это очень достаточно трудоемкий процесс процесс